Закрыть автомойку и обесточить. Представитель городского комитета по архитектуре предложил наложить на нее на время суда обеспечительные меры. По мнению истца, объект не должен проработать и дня, так как незаконен. Сторона муниципалитета настоятельно называет мойку капитальным строением, что значит появиться она могла только с разрешения властей города, а этого сделано не было, и приводит такие аргументы. Работы по возведению бетонного основания размерами в плане ориентировочно 10 на 20 метров, велись работы по устройству инженерных систем, соответственно сети электроснабжения водопроводных колодцев. Глубокий технический подход, а еще бессрочный договор аренды, хотя владелец заявляет, что объект временный. Евгений Чертов, хозяин автомойки, на суд не явился. Его представитель, адвокат Сергей Лунов, убеждал судью, что бетонная платформа не повод считать объект непереносным, что по гадастровой карте участок и предназначен для автомойки, и что охранные зоны памятников неизвестны. Где можно увидеть, каким образом, где проходят данные границы? Вот согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, каких-либо обременений или границ не указано. Кстати, еще на этапе строительства хозяева объекта заверяли, он впишется в городской ансамбль. Большинству горожан попытку не зачли. Мимикрия под туристический объект, ну вроде бы как цвет похож на окраску стен зданий Демендовской площади, хотя если мы посмотрим, они все разного цвета, все разного оттенка, фотографии, исторический план. Ну по большому счету, а какую они нагрузку несут? Зачем на автомойке вот это все? По мнению историка, логичнее было бы рассказать о типе литографии или пчеловодном музее, которые существовали на этом самом месте. Но в таком виде автомойка уродует туркластер. А ведь она первая, что видят жители с горы. Скоро ее наличие подчеркнут автомобильные очереди. Заседание суда по этому делу назначено на 30 октября. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости.